На электромобиле в Украине далеко не уедешь. Зарядить экологичную машину негде. Обычные АЗС не предоставляют такую услугу. Возможно, на это смогут повлиять энергетические компании. Одна из них недавно приобрела три электрокара. Сегодня в Донецке провели тест-драйв экономичного авто. Управление руль, газ, тормоз, всё. Как я не знаю, как компьютерные игрушки. Дмитрий – журналист по профессии и автолюбитель по жизни. За рулём электрокара он впервые уже понял, что на этой машине быстро не разгонишься. Заряда батареи хватает на 150 километров, это если не превышать 60 в час. А подзарядка на специализированной станции займёт не менее получаса. Если куда-то там ездить, условно говоря, в Одессу, мне надо хотя бы два раза заправиться. Покупать такую машину для себя Дмитрий не готов. В Украине официальных электромобилей всего три, а вот заправочных станций нет вовсе. Хотя зарядить такую машину можно и от домашней розетки. Правда, на это уйдёт около восьми часов. Но таксист Юрий к трудностям готов. Были бы деньги на саму машину, так как стоит она 50 тысяч долларов. А это вообще ничего не кушать. 4 гривны в день. Экономия со старта 500 рублей на день. Любой таксист на это поведётся. Впрочем, есть у экологичной машины и существенный недостаток. Электрокар может не пережить суровые украинские зимы. Конечно, есть ограничения, что если мороз больше 30 градусов, то не эксплуатировать. Но компания, которая привезла в Украину эти электромобили, всё же выгод видит больше. Сейчас даже топ-менеджмент пересаживается на дружественные природе агрегаты. Если вентиляцию выключить, то едешь бесшумно совершенно. Кстати, по телефону разговаривать просто сказочно удобно. Вот. И если, как говорится, о понтах не сильно думать, отличный автомобиль. Заправочные станции пока не заинтересовались установкой зарядных устройств для электромобилей. В Донецке лишь администрация Донбасс-арены планирует внедрить такую инновацию. Максим Савченко, Николай Добрянский. Специально для телеканала Донбасс.